А сейчас мы с вами узнаем о двух сёстрах-композиторах Нади и Лили Буланже. Надя Буланже родилась 16 сентября 1888 года в Париже в семье потомственных музыкантов. Отец композитор и дирижер Эрнест Буланже, лауреат Большой Римской премии, преподаватель вокала в Парижской консерватории. Мать певица Раиса Мышецкая родилась в Санкт-Петербурге. Надя начала учиться музыке, орган-композиция, с девятилетнего возраста. Дедушка Фредерик Буланже был известным виолончелистом, а бабушка Джульетта – певицей. С 1903 года Надя Буланже была ассистенткой известного французского композитора Габриэля Фаре, также был замечательным органистом, и ассистировала ему в церкви Ла Мадлен в Париже. Окончила Надя Парижскую консерваторию, куда поступила в возрасте 10 лет. Ее младшая сестра Лили Буланже родилась 21 августа 1893 года в Париже. Талант Лили проявлялся в возрасте двух лет, когда Габриэль Фаре, друг семьи, а затем один из ее учителей, обнаружил, что у нее абсолютный слух. Ее родители поощряли музыкальное образование своей дочери. Лили сопровождала свою десятилетнюю сестру Надю на уроках в Парижской консерватории до того, как ей исполнилось пять лет. Вскоре после этого она изучала теорию музыки и училась играть на органе у Луи Вьерна. Лили научилась писать ноты в шесть лет, раньше, чем буквы. Первые фортепианные уроки ей дал Габриэль Фаре. Она отличалась славым здоровьем, училась дома. От ранних сочинений сохранился лишь мимажорный вальс 1906 года. В 1909 году Лили поступила в Парижскую консерваторию. В 1913 стала первой женщиной, получившей Большую римскую премию за кантату «Фауст и Елена». Премьера сочинения в театре «Шатле» в ноябре того же года имела большой успех. В 1914 году, как лауреат Римской премии, четыре месяца провела в Риме, на вилле Медичи. Поездка была прервана начавшейся мировой войной. Лили является автором инструментальных, вокальных и хоровых сочинений, духовной музыки. Надя была принята в консерваторию тоже очень рано. Едва ей исполнилось десять лет. Она изучала композицию у Фаре и Шарли Мари Видора. Кроме того, Надя была ученицей органиста Луи Вьерна, как и ее сестра. Она также удостоилась римской премии. У нее более тридцати песен для голоса и фортепиано. Среди каменных сочинений три пьесы для фортепиано, три пьесы для виолончели и фортепиано и пьеса «К новой жизни» для фортепиано. Вокальный цикл «Ранние часы», опера «Мертвый город». Дирижерский дебют состоялся в 1912 году. Карьера Нади Буланже как композитора длилась, увы, недолго. После смерти любимой сестры Ли Ли в 1918 году Надя практически оставила сочинительство, целиком посвятив себя преподаванию и пропаганде музыки. Начиная с 1920 года преподавала в нормальной школе музыки. С 1921 года в Американской консерватории Фонтенбло, в Парижской консерватории и других учреждениях. Все ее ученики должны были знать наизусть оба тома хорошо темперированного клавира Баха. Одна из прелюдий Фук сегодня звучала в концерте. С 1948 года и до своей смерти в 1979 году была директором Американской консерватории Фонтенбло. Она обучала Аарона Копланда, Филиппа Гласса, Игоря Маркевича и открыла миру Астора Пьецолу, которому помогла найти его индивидуальный стиль. О Наде Буланже писали. Она стала знаменитостью в сфере, в которой до нее не работала ни одна женщина, а именно в музыкальной педагогике на самом высоком уровне. Она отказалась от того, в чем не преуспела ни одна женщина – от композиторской карьеры. Дирижерская карьера Наде Буланже была скорее скромной. Ее развитию препятствовали тогдашние нравы. В начале 20 века во Франции женщины, если и дирижировали, то харами. Появиться перед оркестром для них было возможно только в провинции. И даже женским коллективом «Союз женщин», «Учителей музыки» и «Композиторов» дирижировал мужчина. Хотя в Америке, Австрии и даже Германии такими женскими ансамблями уже в течение нескольких лет руководили женщины. Поэтому в роли дирижера Наде Буланже дебютировала вдали от столицы, в Ля-Рош-Сюр-Юне, в городе на полпути между Нантом и Ля-Рошель. 19 апреля 1912 года она руководила исполнением фрагментов своей кантаты «Русалка» и двух пьес для голоса с оркестром, молитва и песни. Чуть позже Наде Буланже дирижировала на нескольких концертах в нормальной школе музыки в Париже, в музыкальных утренниках, организованных дирекцией отеля «Георг Пятый», для сливок столичного общества, а также на частных концертах в салоне герцогини «Де Полиньяк». Но по-настоящему эффектное публичное выступление Наде Буланже состоялось лишь 24 ноября 1936 года в Квинс-Холле. Она была первой женщиной, которая предстала перед Лондонским филармоническим оркестром. Оркестранты, не зная, как на это отреагирует слушатель, потребовали от авторов столь экстравагантной идеи поставить на дирижерский подиум даму финансовых гарантий. Поэтому концерт, пришлось говоря современным языком, обеспечить поручительством трех спонсоров. В их роли выступили герцогини «Де Полиньяк», Робер Майер из руководства оркестра и знаменитый английский импресарио Уилфрид Винвик. Между тем, уже сам анонс этого события вызвал огромный резонанс. Пресса за много дней до концерта строила предположения о шансах эксперимента на успех. А в Лондон по такому случаю прибыли журналисты из нескольких стран. Однако центральное место в многосторонней деятельности Наде Буланже занимает педагогическая карьера. Начала она ее в возрасте 20 лет, поступив на работу в только что тогда открывшуюся женскую консерваторию на Елисейских полях. С 1907 года Надя преподавала там фортепиано и сольфеджио, а также чтение партитур, транспонирование в разные ключи и генерал-бас. В 1919 году выдающийся французский пианист Альфред Карто предложил ей работу в недавно основанной нормальной школе музыки, поручив преподавание гармонии, контрапункта, органа и композиции. Первой студенткой, изучавшей композицию Надю Буланже, стала ее младшая сестра Лили, что значительно повысило педагогический статус Наде, ведь теперь она учила лауреатку римской премии того самого 1919 года. А осенью 1921 года Надя стала давать у себя дома на улице Балю 36 уроки анализа музыкальных произведений, которые с перерывами вела всю жизнь, каждую среду днем. Немного ранее летом того же года в одном из крыльев дворца Фонтенбло под Парижем открылась американская консерватория. В 30-е годы Надя Буланже приобрела известность как неординарный и способный увлечь своих студентов педагог. Среди учеников Надя Буланже такие знаменитые композиторы, как Джордж Гершвин и композитор и дирижер Леонард Бернстайн. Другие знаменитые дирижеры Даниэль Баринбоем и Джон Эллиот Гардинер. Также Кшиштоф Мейер, польский композитор, пианист, музыкальный педагог и музыковед, фрагменты из статьи которого я использовал в моем рассказе. Румынско-французский музыкант и композитор Владимир Косма, наиболее всего известный своей музыкой ко многим фильмам с участием французских комиков Луи де Фюнеса и Пьера Ришара, также был учеником Надя Буланже. Субтитры создавал DimaTorzok